С нами на связи Елена Никитская, житель города Сакраменто. Елена, здравствуйте. Что у вас в городе говорят об этом расследовании и насколько оно резонансно именно для города? Вы знаете, я только переписывалась с одним из полицейских местным. Они сказали, что это, в принципе, входит в их код действий, это оправданное действие, они используют технологию удушения. Конечно же, будет идти расследование, но я не вижу, чтобы это набрало какого-то такого огромного резонанса, потому что вся картина в целом, конечно, она ужасающая. Даже в нашем городе то, что происходит, и это все не выбивает вообще с общей картины происходящих. Я участвовала в митинге в понедельник, в протесте, как блогер я снимала происходящее около нескольких часов, и надо сказать, что однозначно не поддерживаю вообще расизм и его проявление в любой форме, но все, что произошло вообще с Джорджем Флойдом, как бы этот полицейский беспредел, который произошел, он действительно уже достал людей, и люди в интервью мне даже на улице города говорили об этом. Я просто действительно не могу искренне понять, как это перешло в категорию расизма, и почему тогда полицейских не обвиняют в расовой ненависти и убийстве на почве расовой ненависти. И тем более полицейские были разных национальностей, и больше всего от рук полицейских страдают именно белые, это 55% к 29% темнокожим. И если вообще криминальную статистику взять, то черные умирают больше всего от рук черных, а потом черные, вернее, белые от рук черных, и потом только уже белые там в самом низу. Да, Елена, это сложная статистика, сложная тема. А что говорят конкретно про этот случай? Это в какой день протестов произошло? И, насколько я понимаю, этого парня уже отпустили из полиции? Это произошло в ночь. Вот как раз я снимала в понедельник, это произошло в эту ночь с воскресенья на понедельник. То есть он был одним из тех, кто как раз грабил, по-моему? Да, да. Дело в том, что эта ситуация очень сильно сейчас используется, потому что я как раз снимала в ночь, когда объявили у нас в городе комендантский час, и достаточно мирно проходила акция, были понятны требования, обоснованные, оправданные требования людей, навести порядок с полицейской системой. Но позже, когда это все начало уже выходить за пределы, то есть люди вообще даже не обсуждали, в принципе, эту ситуацию в толпе, но я скажу, что толпа очень агрессивно настроена в плане к людям. Там есть действительно мирные граждане, которые выходят из-за полицейского беспредела, бороться за свои права, но также есть те, которые... Не знаю, что это за звук идет. Да, но я однозначно видя это все происходящее, скажу, что полицейские даже очень выдержанно вообще на все реагируют, и я удивлялась, как они не применяют силу и не переходят какие-то границы, потому что эти все скандирования, и я скажу, что видно даже политизация вот этих тех протестов, каждые 30-45 минут обязательно должны были кричаться речевки с матерным словом против Трампа, Трамп расист и многое такое. Ты видишь, как это все из мирной акции, как даже мирные граждане, которые выходят на обоснованный разумный протест, используются, и к ним примыкают различные вандалы, которые рушат бизнес, и это уже не про Джорджа Флойда, это уже не про расовую дискриминацию, абсолютно выходит за все рамки. И надо сказать, что само это даже движение, Black Lives Matter, одно из идеологий, это дефинансирование полиции. Я не знаю, что мы будем делать без полиции. Мне бы не хотело, чтобы эти мародеры встали на месте полиции и как-то отвечали в кавычках за наши жизни, потому что столько уже убийств произошло, полумерных граждан, владельцев бизнеса. Елена, понятно, ваша позиция понятна. Спасибо огромное вам за детали того, что происходит у вас на месте. С нами была Елена Никитская, житель города Сакраменто и блогер, который, собственно, сам рассказывает, и маркетолог, конечно же, которая рассказывает, в том числе и в своих блогах, о том, что происходит вокруг.